МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В рамках года сельского предпринимательства, который объявил губернатор Тюменской области Александр Мор еще в ноябре 2019-го. И сегодня мы в нашем эфире попробуем подвести итоги этого непростого года, а также обсудим сам проект СМАРТ-школа сельского предпринимателя. Подробно разобраться в том, каким был этот год для сельского бизнеса, нам сегодня помогут. Позвольте представить советник губернатора Тюменской области, член экспертного совета Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Ольгу Леонидовну Изякееву. Здравствуйте. А также идейного вдохновителя проекта, я бы даже сказал, хедлайнера наших эфиров, предпринимателя Сергея Пульникова. Здравствуйте. Ну и сегодня в нашем эфире спикером выступит один из учеников школы, а именно Евгений Фурлетов-Демченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Я буду выступать на этой встрече в качестве модератора, и перед тем, как мы начнем нашу беседу, напомню для зрителей. Студия нашего телеканала – это территория, свободная от ковид. Участники беседы сдали тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Ну что ж, Ольга Леонидовна, давайте начнем с вас. Год сельского предпринимательства, как я уже сказал, подходит к концу. Какие самые яркие события можно отметить за этот год? Вы знаете, начать надо, наверное, с того, что когда-то задуман был один год, но потом вот мы с Сергеем Пульниковым убедили всех, что один год – это будет мало. И год, 20-й, да, подходит к концу, но тема сельского предпринимательства только-только набирает обороты. Можно сказать, сегодня под нее за этот год подвели платформу. Можно ли считать успехом то, что 13 тысяч человек посмотрели все наши обучающие семинары, послушали и извлекли для себя какие-то выводы? Может быть, да. Может быть, это впечатляющая цифра. Но впечатлит она нас тогда, когда мы четко поймем, что, допустим, 10% из них стали предпринимателями, да? Принесли результаты. То есть каким-то порядку цифр придем. Дальнейший проект – это родился в процессе, это интеграция. И интеграторами стали у нас 7 предприятий на сегодняшний день. И интегрируемыми, то есть при них участниками стали 144 человека. Много это или мало? В условиях пандемии, в условиях того, что мы все работаем и живем в онлайне, невозможно было даже встречи какие-то проводить. Конечно, наверное, результат. Но если мы хотим большего, то, конечно, это не результат. Это промежуточный этап, это старт, это начало. И я ко всем результатам года отношусь как к стартовым. То есть дальше нужно их развивать, на этом опыте учиться и дальше в жизнь приводить все больше и больше каких-то моментов. Мы с вами разговаривали в начале года о том, что сельский предприниматель – это не только сельхозтоваропроизводитель, это любой предприниматель, который живет и трудится на селе. Сегодня мы подошли вплотную к теме изменения федерального законодательства. Для этого Тюмень выступила инициатором. И на площадке «Наир» мы создали программу «Наир-муниципалитеты». 405 муниципалитетов от Москвы до Хабаровска к нам присоединились. 500 человек в этой группе. И сейчас мы обсуждаем и государственную поддержку, которую мы можем провести через все регионы, и обсуждаем тему сельского предпринимательства. Это произошло буквально две недели назад. И я думаю, весь следующий год мы еще пойдем с Сергеем организовывать всю Российскую Федерацию под эгидой сельского предпринимательства. Многие регионы объявили старт таких программ, например, Удмурдия, год села. И это не новая новость совершенно, потому что школа фермера когда-то была основана тоже в Тюмени. А теперь это подхватил Россельхозбанк, теперь это взяла Казань, ну и так далее, и тому подобное. Я хочу сказать, что особенно в преддверии Нового года, всем хочется говорить только хорошее, что мы модные, нас копируют, мы умные, потому что то, что мы придумываем, всем остальным нужно всей России. И у нас есть кому это делать. Вот такой позитивный момент, на который хотела бы обратить внимание в самом начале. А что вообще поспособствовало тому, чтобы объявить 2020 годом сельского предпринимательства? Александр Викторович Мор. Ну а какая идея его вдохновила? Идея вдохновила, это бизнес-сообщество так или иначе транслировало эту мысль, да? Так или иначе мы об этом говорили. И перед каждым посланием Александр Викторович собирает лучшие идеи, да? И обдумывает их, и предлагает что-то. И вот он объявил год сельского предпринимательства, и мы пошли в нем работать в этом годе сельского предпринимательства, который теперь до 2024 года. Ну а сельский бизнес, вообще, какие главные его преимущества, в частности, конкурентоспособным быть, что нужно для этого сделать предпринимателю? Что сегодня актуально для бизнеса на селе? Ну, это надо у реального сектора экономики спросить. Вот у нас тут живой предприниматель, ему можно это адресовать. Сергею можно этот вопрос адресовать, потому что он и сельский, и не сельский, и предводитель сельского дворянства. Договорились, Сергей, давайте начнем с вас. Да, договорились. Евгений, давайте начнем с вас. Вы у нас представитель бизнеса сегодня, и расскажите о себе немножко. У вас какое дело? ООО, ИП, чем вы занимаетесь? У меня сибирская строительная компания. Я 8 лет строил торговые объекты, и вот сейчас решил перейти совсем в новую отрасль, заниматься сельским хозяйством, выращиванием зерновых культур. Отвечая вот на вопрос насчет перспективных... Тенденции роста, да, совершенно верно. Тенденции роста перспективных направлений работы на селе, на самом деле их можно разделить на две такие основные ключевые группы. Первая группа – это в которой можно работать сразу выходя на промышленные объемы, и вторая группа, где можно работать в более локальном, в микроформате. Если мы пошире посмотрим на группу, где можно выходить на промышленные объемы работы, то, конечно, это в первую очередь молочное и мясное животноводство, и растениеводство. Вот, если же говорить про группы дел, бизнес-направлений на селе, которые позволяют работать в микроформате, то здесь спектр очень широкий, очень обширный. Это и то, что было испокон веков, и ремесленные направления. Это и совершенно новый набирающий рост направления сельского туризма, аграрного туризма, экотуризма. Тем более сейчас это очень актуально в связи вообще с развитием в России внутреннего туризма. Есть такие уникальные, интересные направления, которые, собственно говоря, могут реализовываться и как в выходе на промышленные объемы, и как суперкомпактные. Ну, это, например, вот пчеловодство. И оно может реализовано даже при поддержке наших тюменских предпринимателей, которые предлагают готовые решения по франшизе. Можно выйти сразу на промышленный объем. А можно завести свою пасеку, несколько ульев, и в компактном формате работать. То есть простор очень большой, возможностей очень много. Все зависит от желания, от настроя человека. Вот так вот. Спасибо за ваш ответ. Но, Сергей, вот на ваш взгляд, исходя из вашего опыта, как сегодня сельскому предпринимателю начать свое дело? Какие советы вы могли бы дать? В первую очередь мы смотрим на рынки, мы рекомендуем и рекомендовали в школе, и будем это делать, смотреть на рынок. На какой ориентирован? Вот Евгений как раз сказал, если ты ориентирован на свое село и деревню, это булочная, это парикмахерская, это микробизнес, который вот там будет оказывать услуги. Но если мы говорим о сообществе предпринимателей, которые делают что-то одно, и они думают о том, что им интересен уже рынок городской или городов области, то им надо по-другому смотреть на возможности, которые у них есть, и что им в этом смысле делать. А если мы будем говорить о том, что нам надо в Россию, российский рынок, а лучше на экспорт, а там огромные потребности будут на перспективу 10-20 лет точно, и мы эти потребности должны будем закрывать. И тогда выстраивание бизнеса, и то, что мы будем делать на наших территориях, развивая их тем самым, мы будем делать это сообща, и будем делать уже вот в масштабах большой отрасли, но малыми и средними бизнесами. Это коммуникация, то есть для того, чтобы вы воспринимали своих конкурентов не как конкурентов, а партнеров, друзей и источник каких-то новых знаний, я правильно понимаю? Ну да, то есть надо посмотреть на примеры, и мы их приводим, надо понять, что ты в маленьком можешь быть успешным. Но как это сделать, когда объединить тысячу маленьких? Вот этого механизма, такой хитрой лопаты у нас нет, мы ее сами придумываем, глядя на других, и вспоминаем прошлое. Это вот наша задача на те 5 лет, о которых Ольга Ленина сказала. Ну что ж, благодарю вас за ответ, и напомню для наших телезрителей, что все предыдущие выпуски нашей программы вы сможете найти в социальных сетях нашего телеканала, а лекции смарт-школы сельского предпринимателя вы без труда найдете на ютуб-канале школы. Безусловно, 2020 год был и остается крайне непростым, но наши люди, наш бизнес не отчаивается и находит для себя в минусах много плюсов. О том, каким был год сельского предпринимательства, в цифрах наш следующий материал. За год сельского предпринимательства в регионе сформировали 100 инвестиционных идей для развития бизнеса на селе. Создано 8 интеграционных проектов, участие в них принимают 144 компании. Проведено более 50 мероприятий, в том числе и обучающих. Например, смарт-школа сельского предпринимательства, вечерняя школа предпринимателя, проект для школьников, это бизнес детки, форумы «День предпринимателей. Антихрупкость», форум по развитию сельского туризма и селу и городу. В общей сложности участниками мероприятий стали почти 12 тысяч человек. Кроме того, сейчас ведется активная работа по вовлечению сельских предпринимателей в проект «Покупаем Тюменское». На телеканале «Тюменское время» мы продолжаем наш разговор, посвященный году сельского предпринимательства. Сегодня в студии для вас работаю я, Владислав Сорокин, а также советник губернатора Тюменской области, член экспертного совета Национальной ассоциации агентств и инвестиций и развития Ольга Леонидовна Изякеева, а также эксперт школы Сергей Пульников, ну и, конечно, ученик Евгений Фурлатов-Демченко. Давайте продолжим. Ольга Леонидовна, вы в первой части беседы сказали о развитии интеграционных проектов. Какие сегодня у нас реализуются в регионе? Мы пробуем сегодня реализовать несколько интеграционных проектов. Из них есть ряд в сфере АПК и не в сфере АПК. Те, что в сфере АПК, конечно, если это связано, допустим, с посадками и с агрономией, да, то это все до весны проекты, где мы весной, зиму сейчас будем готовиться, за прошлый сезон уже подошли вплотную к этому, и сами процессы начнутся в весеннюю, ну, скажем так, когда можно будет сажать растения. Я сейчас говорю о компании Ягоды Плюс и о посадке смородиной. Вообще мы заразили смородиной, по-моему, уже скоро всю Тюменскую область, да, потому что люди приезжают, они послушали на одной из наших обучающих программ или какой-то эфир по телевидению видели, что тоже способствовало заинтересованности. И самое важное в этот момент найти им того человека, который бы передал технологию и обеспечил потом сбыт. Можно много об интеграционных процессах говорить, но, пожалуй, это две самые важные составляющие. Наша задача как правительство Тюменской области создать как можно больше новых предпринимателей, обеспечить работу на селе и доходность на селе, да. И разными путями это нужно делать. И вот интеграционные вещи как нельзя лучше подходят под это, потому что на старте любому предпринимателю очень тяжело отладить свою деятельность, еще тяжелее организовать сбыт. И, соответственно, предприятие-интегратор, оно готово выкупить всю твою продукцию, ты работаешь при нем. И это несколько предприятий на сегодняшний день, и они разные интеграционные процессы строят. Нельзя по шаблону одного предприятия всех остальных туда поставить, да, потому что есть нюансы. Ну, допустим, если это ягоды, это одна история, там от 0,5 га и от третьего года от высадки. Если это бычки и арсипагра, то это вторая история. Там надо, допустим, найти 50% денег на бычка, остальные те потом зачтут. Кстати, самая большая партия бычков была поставлена в Галышмановский район, на одного предпринимателя, 43, по-моему, что ли, головы. Ну, то есть проект начинает очень быстро набирать обороты. Теперь главное, чтобы интеграторы еще выдержали этот проект. Если говорить о мебели, то это больше такая поддержка для тех, кто на селе, в части технических вещей и в части новейшего оборудования. Именно аппаратура получается. То есть вариантов очень много, цепочка очень интересная. И сегодня я не могу сказать, что хоть какая-то модель является для нас идеальной. То есть все в процессе еще доработки и в процессе вот этого момента научиться работать друг с другом. И я думаю, что какой-то следующий год для этого еще точно понадобится. И каких-то цыплят мы посчитаем только по следующей осени. Сегодня вот такие процессы, я бы сказала, в самом-самом начале. Ну а что насчет образовательных проектов? Какие еще были реализованы благодаря Году сельского предпринимательства? Ой, мы очень много реализовали образовательных проектов. Единственное, что смущало нас очень сильно и до сих пор смущает, это онлайн. Смущает? Конечно, смущает. Потому что одно дело, когда ты собеседника видишь вот так, видишь его глаза, реакцию, как он на тебя реагирует, ты вообще то даешь или не то даешь, или тебе что-то изменить. Другое дело перейти в онлайн. Этот стресс, он для всех. И для нас как организаторов, и для всех наших преподавателей, и для всех наших слушателей, да? Да, но мы преодолели этот стресс и научились в нем жить. Потому что другого нам выбора не предоставили, да? Сколько мы еще так продлимся, я не знаю. Мы хотим все наши проекты перенести в следующий год, но и сделать еще акселераторов побольше, да? И я не знаю, как это у нас выйдет, вот с вашей помощью совместно, в студиях еще как-то, но мы будем пытаться реализовать все, что задумали. Но ведь в онлайне есть безусловный плюс. Мы можем позвать эксперта не просто из другой части страны, и при этом не вложиться в его приглашение, а мы можем позвать эксперта из другой страны, который нам расскажет свое... А во всем есть свои плюсы, есть свои минусы. Мы и ранее так делали. Для нас это не новая новость, когда мы кого-то из разных городов присоединяли к своим программам, да? Вот. Но все равно это непросто. Вот это непросто. И, соответственно, мы хотим продолжить все, что затеяли в этом году. Что ж, спасибо за ваш ответ. Евгений, теперь хочу вас спросить, как у ученика. Вот какие ниши для развития бизнеса на селе самые перспективные, на ваш взгляд? Вы собрались заниматься пшеницей, я правильно понимаю? Поэтому перспективу вы видите именно... Ну, выбор ниши, конечно, зависит от внутреннего настроя, от смелости, от опыта и от знаний, которые есть у будущего или потенциального предпринимателя. Смарт-школа, конечно, помогает расширить кругозор и расширить возможность для выбора этих ниш. Но можно сказать, что есть интересные ниши, просто интересные, которые раньше себя так хорошо не показывали. Допустим. Ну, например, это агротуризм. Когда какая-то семейная усадьба или какая-то ферма, помимо выполнения своих стандартных классических функций проживания семьи, ведения личного подсобного хозяйства, либо ферма, которая занимается животноводством или даже растениеводством, когда они начинают заполнять, например, межсезонье, оказанием туристических услуг, тем самым получают более стабильный доход. А туристам, семьям, возможно, приезжающим из города, бывает очень интересно посетить настоящую сельскую усадьбу, посмотреть, как устроен быт, возможно, узнать что-то об истории этого населенного пункта, где находится усадьба, возможно, узнать какие-то рецептуры каких-то сельских блюд, которые готовятся по классическим рецептам и имеют специфичные очень вкусы. Который ты найдешь только там. Да, который ты найдешь только там. Это один из вариантов, который перспективный на селе, и который новый, и он сейчас набирает обороты. Но их на самом деле достаточно много. Зависит от того, сколько человек черпает вдохновение из учебы и из жизни. Следующий вопрос, я думаю, для всех наших спикеров. Как вы думаете, много ли сегодня людей готовы уехать в село и реализовать там современное дело? Ну, много ли? По нашим данным, очень много. И мы проявляем эту аудиторию. И тех, кто хочет развиваться на селе, уже находятся, таких 50% в школе. И те, кто хотят из города уехать по разным причинам. Много, и это будет нарастать. Уехать на постоянное место жительства. На постоянное что-то делать, да. Но они могут быть, эти перемещения, в два шага. Ну, допустим, это временное какое-то перемещение, или создание бизнеса, но ты там еще не живешь, вот как в моем случае. А когда у нас появятся там возможности жить, когда мы подойдем к вопросу проектирования села, маленького города, таким образом, что это будет, ну, даже инвестиционный проект, привлекательный для всех, ну, тогда вот эта волна переезда просто уличится в разы. Такой ребрендинг сельской жизни. Да, конечно. Это возможно, если мы это задумали уже. Я бы в этом случае поддержал Сергея, потому что видно, даже по участникам школы, смарт-школы сельского предпринимательства, ну, люди очень заинтересованы работой на селе, вот. И есть действительно те, кто городские жители, и они рассматривают эти проекты. В том числе смотрят на интересные идеи, которые озвучивают их коллеги-ученики смарт-школы, которые уже живут на селе. Вот. И многие из этих проектов по-настоящему привлекательны. Возможно, даже назревают какие-то моменты кооперации, когда эти люди могут между собой объединиться и работать сообща. Да? Ну, в процессе... Я думаю, что год пандемийный дал нам вот этот толчок, дал бизнесу этот толчок. Все по-другому стали относиться к себе, к своей семье, к безопасности. Тренд, то, что я ем, я из этого состою, да, он сейчас будет только набирать обороты, и продукция будет дорожать, а тенденции к удешевлению нет никакой совершенно. И натуральная продукция будет дорожать в разы. И становится выгодно просто этим заниматься. Когда всякие красивые слова произносили, диверсифицируйте свой бизнес, масштабируйтесь. Люди думали, да ладно, что вы мне рассказываете? У меня и так все очень даже неплохо, я свою нишу занял и живу в ней. И вот что показал этот год. Одной ниши недостаточно. Еще и этот момент произошел. И нам сейчас нравится, когда достаточно успешные, серьезные компании смотрят на село. Да, смотрят на село в части. Один предприниматель достаточно серьезный мне сказал, что я думал вначале, что я только для своей семьи буду выращивать. Чтоб моя семья ела хорошую натуральную продукцию. Но потом понял, что нет, из этого можно сделать бизнес. И вот эти вещи происходят в сегодняшнем дне. Как бы ни странно, они звучали. Мы когда-то долго смеялись на тему, что придумывали сленг какой-то. И что-то мы, Сергей, придумывали из города в село или обратно в деревню. Или что-то вот такое, много чего было. И думали, ха-ха-хи-хи, вроде как будто бы это... Сейчас же понятно, вокруг больших конгломераций основное рабочее население сосредоточено. Но тем не менее, мы этот тренд видим, мы его видим. Он пока не массовый. Он не массовый. Но еще больше наша задача, как правительство Тюменской области, это дать работу тем, кто находится там. Ну что ж, благодарю за ответ. И напомню, что с 16 ноября в нашем регионе Центр мой бизнес инвестиционного агентства Тюменской области возобновил школу фермеров в новом формате. Проект создан в первую очередь для того, чтобы потенциальные конкуренты смогли объединиться и, возможно, даже стать партнерами. В беседе с нашими гостями мы вернемся через пару мгновений. Ну а пока я предлагаю посмотреть материал, который наглядно нам покажет, как сегодня живет и развивается предпринимательство в районах Тюменской области. И, к слову, сельский бизнес – это не синоним фермы. Внимание на экран. Из 100 литров молока 10 килограммов ремесленного сыра. Небольшая сыроварня Ирины Катирушины в селе Луговом ежемесячно поставляет на прилавке Тюмени полторы тонны свежего продукта. Начать свое дело предприниматель решилась еще в 2017 году в маленьком помещении с минимальными вложениями. К 2020-му у Ирины собственный цех с подземной камерой для созревания сыра, две ванны на 500 литров молока и 10 сотрудников в штате. В данный момент у нас две своих собственных точки продаж. Это сырная лавка при самой сыроварне в селе Луговом, где мы находимся. А также мы буквально несколько недель назад открыли свой собственный фирменный магазин уже в городе. Впрочем, популярностью у жителей пользуются не только молочные продукты, не менее востребованные и сладости. Это быстро понял предприниматель из Тобольского района Эдуард Кульмаметов. На территории автокемпинга он открыл кондитерский цех. Теперь свежие торты и пирожные ежедневно поставляют в магазины Ярковского, Вагайского и Тобольского районов. Бизнесмен старается не только накормить, но и дать работу односельчанам. В планах к 2025 году построить второй комплекс придорожного сервиса. Населенный пункт Байкалова напротив деревни Алга. Сейчас там ведется строительство основного здания. На следующий год планируем запустить стройку. Это шиномонтаж, мойка и павильоны для торговли, для того, чтобы легализовать стихийный рынок, находящийся на 164-м километре, и предоставление для граждан, которые торгуют на доль трассы 164-го километра, торговых павильонов. Позаботиться и о взрослых, и детях решила Мария Фельгер из новой заимки. В 2018 году свои двери распахнул ее центр семейного досуга. Хореография, физкультура для самых маленьких, греко-римская борьба, творческий класс и студия авторской песни на все эти направления Марии удалось найти в районе квалифицированных преподавателей. Сама же она прошла курсы и получила сертификат тренера по фитнесу. Мне хотелось куда-то ходить самой в первую очередь, хотелось, чтобы мои дети куда-то пошли. И, конечно, сейчас, спустя вот такое количество времени, у меня же слезы на глазах наворачиваются. Когда я вот смотрю на этих детей, которые из мальчиков, вот таких маленьких, вдруг стали там такими мужчинами, с таким торсом, или девочки, да, как они выправили свою осанку, как они выросли, как они танцуют, ну, это просто неописуемо. Другой предприниматель Евгений Ренев решил сделать ставку на техническое оснащение села. Свои навыки инженера применил в бизнесе. Открыл сначала магазин запчастей, а после и сервис для ремонта тракторов и комбайнов. В посевную летом в уборку нужно очень много кадров, и нужна техника в основном-то исправная. И если она есть, то ты как бы король. А если постоянно техника ломается, и нет у тебя хорошей кадры, чтобы ее восстановить быстро, оперативно. Поэтому мы в этом плане нашли свое место и стали помогать товаропроизводителям в ремонте техники. Колхоз Кирова, значит, ООО «Интеграция», «Юбилейный», «Маяк». Ну, хозяйства, какие у нас в районе есть, значит, они все практически у нас здесь, как бы, ну, обслуживаются. Сельские предприниматели убеждены, в районах можно построить успешный, а главное, перспективный бизнес. Они доказывают это каждый день собственным примером. В эфире «Тюменского времени» продолжается пятый выпуск программы, посвященной СМАР-школе сельского предпринимателя. И что ж, Ольга Леонидовна, у меня вопрос о перспективах развития, потому что губернатор подписал межведомственный проект по созданию системных мер для развития сельского предпринимательства в Тюменской области. Так какие основные направления развития нас ждут до 2024-го? Сохранить то, что начато, однозначно, это все обучающие мероприятия, это общие мероприятия в виде конференции и все прочее. Это там, где люди могут услышать и узнать новое. Сейчас мы прорабатываем государственную поддержку, которой не было до сих пор, активно включаем в процесс государственной поддержки, уже существующей на сегодняшний день, но про которую, например, не знают некоторые предприниматели или просто люди, которые пришли на проект, на программу. Помогаем им оформить это все, в том числе и господдержку. Хотя вот посмотрела эфир у Сергея про тему господдержки, вообще много можно рассуждать согласно с основным постулатом. Пусть господдержка будет таким бонусом, полученным сверху к твоему основному бизнес-плану. Но мое мнение, всегда его транслирую много лет. Если государство что-то дает, пожалуйста, возьмите это. Потому что завтра оно может уже это не предложить, а поменять программу. И, конечно, в следующем году мы перейдем, скажем так, к земле. Мы надеемся, что все-таки вот это чудеса с пандемией, которые происходят сегодня, они пойдут на спад, и мы сможем работать уже на земле. И развивая там интеграционные процессы, занимаясь выделением земельных участков для бизнеса, возя туда городских жителей посмотреть, что такое село вживую, в том числе развивая туристические потоки. Это же необыкновенное тоже чудо произошло с туризмом в этом году. Безусловно, да, Евгений уже отмечал. И, допустим, море леса возникло, кемпинг в Нижне-Тавдинском, глэмпинг, вернее, в Нижне-Тавдинском районе, да, и так далее, и так далее, и так далее. То есть ниша оказалась безмерная. И посмотреть те ниши, которые приросли, а в сельском хозяйстве много чего приросло по цене, мы с вами уже об этом говорили, но и посмотреть, померить рынки. Например, рынок ягод, по мнению Эльмара и Букова, который 10 лет этим профессионально занимается, безмерен. То есть они не могут его измерить. Вот сколько мы вырастим, произведем, надо будет умножить на 100 или на 1000, еще раз вырастить и произвести. То есть наша задача следующего года встать на землю и начинать отрабатывать те моменты, которые помогут вот таким, как человек, присутствующий у нас в студии. Я бы хотела, чтобы таких, как он, было много здесь, и чтобы нас было поменьше, вот были только они, и чтобы их слушали и смотрели, и от них уже заражались тем, чтобы можно было дальше жить и развиваться. Поэтому мы продолжим всю эту работу, плюс все-таки попробуем изменить законодательство. Что ж, у меня остался последний вопрос, к сожалению, наше время подходит к концу, и если можно, то все участники, попрошу вас ответить коротко. Все-таки какой результат интересует как бизнес, так и власти, чтобы село жило и развивалось по-новому, или существовало только для создания бизнеса? Конечно, по-новому. Бизнес не развивает село. И у нас как раз дискуссия очень большая возникла в рамках школы, потому что переезжающие предприниматели на село, они враги. Вот это честно. То есть это... Это такое мнение поступило? Очень много. И у меня такие проблемы есть. И вот правильный вход в село, там, где уже люди живут, не в новое построенное, таких еще нет у нас, а в то, которое существует, это на самом деле самое большое препятствие для нас. Тех, кто когда-то был в селе, или твои предки были в селе. И вот тебя отторгает это село, и чтобы попасть туда, нужно подружиться с этими людьми, найти общие интересы и цели. Рассказать о себе, что ты вообще собираешься делать. То есть сначала переехать, начать жить, а потом открыть бизнес? Для этого нет механизмов. И мы должны еще найти ответы, как сделать так, чтобы все поверили в то, что мы туда едем не деньги зарабатывать, а на самом деле заниматься развитием этого села. Спасибо. Евгений. Ну, я бы отметил более позитивно. На самом деле, я вижу, что на селе всегда происходили и происходят, и, кажется, будут происходить параллельно два процесса. Ну, во-первых, село сохраняет свою классическую устойчивую структуру, оно держится за корни, держится за свои традиции и проносит их через жизнь постоянно. И при этом параллельно идут процессы внедрения и освоения новых знаний, новых технологий, новых инструментов. Тому довольно-таки много ярких примеров. Есть на селе предприниматели, которые осуществляют ремесленную деятельность, своими руками изготавливают продукцию. Например, девушка в Ушинском районе изготавливает украшения ручной работы. При этом она применяет современные технологии, интернет, современные каналы продаж. И в живой беседе она говорит, мне даже нет необходимости участвовать в локальной ярмарке какой-то, в локальной выставке для того, чтобы сбывать свою продукцию. Я здесь общаюсь с коллегами, а сбыт моей продукции идет по всему миру благодаря интернету. Вот, пожалуйста, мы имеем человека, который работает с традицией, с ремеслом, пользуется современными технологиями и реализует продукцию по всему миру. И второй яркий пример, также девушка, она из Ишима, она организовала свою линию косметики для шугаринга и даже зарегистрировала торговую марку. То есть люди не боятся использовать свой ручной труд, своим трудом делать какую-то продукцию и опять же современными способами, современными форматами и регистрировать, и реализовывать эту продукцию. Так что здесь вот эти два процесса, они идут параллельно. Спасибо. Ольга Леонидовна, добавите что-нибудь? Две задачи. Задача государства – это обеспечить качество жизни на селе, а задача бизнеса – обеспечить себе рост и развитие на селе. И вот так все просто. До слова. Ну что ж, благодарю наших спикеров. На телеканале «Теменское время» подошел к концу пятый, финальный выпуск программы, посвященный новой школе фермера. Напомню, что с 16 ноября Центр «Мой бизнес» возобновил школу фермеров в новом онлайн-формате. Все предыдущие выпуски нашего проекта вы без труда найдете в социальных сетях нашего телеканала, а лекции школы всегда доступны для вас на YouTube-канале «Смарт-школы». Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе. С вами был Владислав Сорокин и увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин